Дорогие коллеги, я упомянул уже слово гениальность. Само слово гений первоначально не относилось к ни к искусству, ни даже к науке. Гений это слово, возникшее благодаря Сократу, который называл свою совесть, своего советчика, демоном. Это слово было на латынь переведено как гений. Латинское слово, обозначающее духа, прежде всего духа рождения, которое дается каждому человеку при рождении. Но, соответственно, получается, что этот дух неотделим от человека. Его совесть, как некоторое второе я. И первоначально обладать гением, это слово употреблялось, например, в 18 веке в предромантизме для обозначения художников вполне определенного типа. Художников, которые постоянно сверяются со своей совестью, и которые никогда не могут отступить от своей одаренности. Которые не могут сменить свою профессию и перестать быть художниками. То есть гений это первоначально профессиональная характеристика. Но у романтиков начинают говорить не иметь гения, а быть гением. Не гениус хаббен, а гениус займ. И в таком случае гений превращается в исключительную личность. Далеко не каждый художник или паец может быть назван гением. А гением может быть назван тот, кто является своего рода совестью эпохи, является таким представителем вообще искусства как такового. То есть виртуоз, который реализует само искусство, является таким духом эпохи и духом искусства. До этого такое понятие гения было бы непонятно. Хотя другие понятия, например, понятия виртуозности уже существовали. Но понятие виртуозности, важное, например, для эпохи Возрождения, означало несколько другое. Не умение воздействовать на публику, а умение полностью раскрыть свои силы. То, что мы называем раскрытием таланта. Виртуоз это тот, кто полностью раскрыл себя. И в этом смысле виртуозна прежде всего природа. Так как дерево вырастает в большое дерево. Из семечка возникает растение. Река доходит до моря. То есть все в природе оказывается в конце концов виртуозно. И соответственно в искусстве виртуоз это тот, кто полностью раскрыл некоторые свои природные силы. Соответственно восприятие зрителей понимается прежде всего как участие в этом раскрытии. Зритель всегда наблюдает за тем, что происходит. И в конце концов выносит свое суждение. Именно на этом факте суждения основана эстетика. Можно вспомнить, что книга Канте, посвященная эстетике, называется критика способности суждения. То есть способности выносить те или иные произведениям искусства, которые не являются при этом общей обязательностью. Суждение это умение говорить о вещи, насколько она состоялась или не состоялась. То есть умение выделять данную вещь среди других вещей и знать основания, на которых она выделена. Суждение не следует смешивать с приговором. И вот под суждениями первоначально понималось искусство оценивать вещь как исключительное. То есть умение признавать какую-то вещь искусства как выделяющуюся на общем фоне. Ну а когда эстетика становится нормативной наукой на Канте, то любые произведения искусства начинают пониматься как исключительные. И для привычной нам эстетики психологии искусства не особенных произведений как таковых не существует. Конечно, психология искусства должна была опираться и на риторические принципы, но и на какие. Риторика научила прежде всего тому, что аффектами можно управлять и аффекты можно производить прямо здесь и сейчас. Если мы не знаем, какие аффекты произведет природа, мы не знаем, будет ли дождь или солнце, и соответственно, каким будет наше настроение, то в искусстве мы можем заранее произвести эти аффекты. Само слово аффект многократно осмыслялось и в 19 и в 20 веке, причем и с возвращением к античным истокам этого слова. Например, важные теории 20 века, например, система Станиславского, настаивают на возможности очищать аффекты, возможности работать с аффектами с помощью памяти и, соответственно, представлять аффекты в наиболее чистом виде. Причем, если у Аристотеля очищение аффектов происходит, благодаря сюжету и конструкции трагедии, то в системе Станиславского сам актер должен играть так, чтобы его аффекты выглядели как очищенные. И, конечно же, важным здесь становится ряд понятий, связанных с манерой, стилем и другими важными, эстетическими понятиями, которые одновременно и психологические понятия. Само понятие стиль, оно, конечно, восходит к представлению о том, что риторика создает определенные модели поведения. Что, например, речь сказанная изящная, она не только дает некоторое изящное или точное представление о предмете, но она и внушает человеку мысль вести себя изящно. То есть, сам стиль по самой своей форме программирует человеческое поведение. Это и было воспринято как стиль. Но кроме стиля стала выделяться и манера, то есть способ организации этого стиля. Для того, чтобы создать, например, изящный стиль, нужно использовать те или иные приемы, те или иные способы работы с материалом. И, соответственно, получается, что манера – это и есть способ создания стиля. Способ, в котором мы переключаем материал, заставляя его воспринимать как изящный или, наоборот, грубый. Значит, и, соответственно, стиль стал пониматься довольно рано и как категория быта. Ну, например, известный Назар Кастильоне.